14 октября православные верующие отметили покрова Пресвятой Богородицы. Праздник был установлен на Руси в XII веке. В то время Константинополю угрожали сарацины. Неприятель был очень силен и грекам грозила большая опасность. Единственным убежищем для жителей осажденного города стал храм, где хранились риза, головной покров и пояс Пресвятой Богородицы. В те дни в Константинополе жил святой Андрей. Во время службы во Влахернском храме он со своим учеником Епифанием стали свидетелями чуда. Они увидели Пресвятую Деву, которая шла по воздуху в окружении ангелов и святых. Святой пророк Иоанн Претеча и апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную. Преклонив колени, Богоматерь долго молилась, а потом сняла со своей головы покрывало и распростерла его над молившимися в храме людьми. Этим самым она подала всему христианскому миру защиту от врагов. Явление Богородицы, покрывающей христиан, ободрило и утешило греков. Собрав последние силы, они пошли на врага, и он был повержен. Чудо-явление Пресвятой Богородицы с тех пор стало пониматься как знак покровительства Богоматери всем молящим и прибегающим к ее заступничеству. В Святопокровском кафедральном соборе в этот день, к слову, отмечали несколько значимых праздников. Мы сорадуемся вместе со всей полнотой церкви этому событию. Во-вторых, у нашего храма сегодня день именин, потому что наш храм уносит название Покрова Пресвятой Богородицы, поэтому для нас сегодня такой особый день. И сегодня у нас еще и третья радость, потому что сегодня мы вспоминаем 115 лет со дня освящения нашего собора. В 1907 году произошло освящение нашего собора, и вот с тех пор миллионы людей находили утешение по сводам нашего храма и в молитве о родных, о близких, о покоении. И мы верим, надеемся, что так будет и дальше.